Ксения Дмитриева Ксения Дмитриева Она нервничает очень сильно Катюш, ну привет Всем здравствуйте Что ты меня спросила? Повтори, пожалуйста Нас на самом деле мы сейчас с Катей за сценой обсуждали А все ли знают, кто такая Катя? Кто не знает? Катя, расскажи о себе. Если кто-то не против, что я повторюсь, я могу рассказать вкратце, прям буквально пару слов. Не против? Нет? Меня зовут Катя Долгорукова, я в прошлом телерадиоведущая, и сейчас я автор книги «Десять первых свиданий» и блогер. Что еще сказать примечательно? У меня есть дочь Александра, она прекрасная, у нее прекрасные рыжие волосы, ей 8 лет, я не замужем, я в разводе, мне 36 лет, и, собственно говоря, ну, так получилось, что эта книга, она как-то сама пришла, родилась, потому что, несмотря на то, что я не замужем, это не значит, что у меня нет личной жизни, и это не значит, что мне хочется, как правильно сказать это? Хочется найти одного человека, какого-то очень близкого, дорогого человека. Хотя книга не про это. Давай расскажем о том, как появилась идея, как мы, собственно говоря, как придумалась она. Поскольку у меня был блог, ну, и есть блог, и он был на тот момент, это было года 3 тому назад, да, Ксюша написала мне письмо о том, что она хочет издать со мной книгу, книгу про воспитание детей. И я ей тогда сказала, что, Ксюша, ну, я вряд ли смогу написать книгу про воспитание детей, потому что моему ребенку сколько было на тот момент? Ну, лет 5? Ну, то есть, мне, знаете, как кажется, что мы можем писать книги о воспитании детей, когда нашим детям там 30 лет, он стоит на сцене, ему вручают Оскар, и вот тогда ты можешь сказать, все, ребят, я точно знаю, как воспитывать успешных детей. Я вам сейчас об этом скажу. А поскольку, ну, моему ребенку на тот момент было 5, да, я очень, я очень ответственный человек, и я бы никогда в жизни не стала кого-то чему-то учить, не зная это точно на 100% сама. И у меня был такой период, когда я вот как раз ходила на свидание, и они все были какие-то провальные, ужасные, и я так плакала своей подружке на кухне, говорю, все такие, все мутыки. Не знаю, можно это говорить микрофон-слово? Ну, мы это запекаем. Не очень классные, короче, ребята попадались. И я говорю, ну, что же это все козлы-то такие? Она говорит, ну, ты, пожалуйста, давай ты пойдешь вот на 10 свиданий, устрой себе марафон, и тогда ты будешь делать выводы. Ну, вот, собственно, я сходила, и выводов набралось на целую книгу. Катя, расскажи, что это за техника 10 свиданий? Как она работает? Вообще-то там все написано, но если коротко. Нужно ходить на 10 свиданий. Ну, вот прямо марафон, ты не останавливаешься. Тебе в какой-то момент надоедает, и ты думаешь, боже, я уже никуда не хочу. Не хочу в седьмой раз одно и то же рассказывать, потому что, в принципе, сценарий свиданий, ну, если кто-то из вас помнит, как вы ходили на свидание, или сейчас на этапе, да, вы узнаете, там все одно и то же. Ну, вот ты сидишь, и как можешь даже включить запись предыдущего свидания, и, собственно говоря, это. На чем я становилась? А, в чем смысл техники? Извините, я правда, я не очень люблю публичные выступления, у меня дрожат руки, коленки, вообще все, что может дрожать, у меня дрожит. Давайте поаплодируем, правда, поддержите Катю, это страшно в первый раз. Ну, то есть мне, на самом деле, проще вот разговаривать, как вы, а не выступать. Вот это вот выступление, это немножко, мне кажется, у меня даже щеки сейчас цвета моей розовой кофточки, да? Ну, я так и знала, не показывай мне это на видео. В общем, ты ходишь на свидание, и ты не имеешь права с одним и тем же молодым человеком встречаться повторно. Даже в том случае, если он оказался потрясающим, великолепным, и тебе ужасно этого хочется, ты не можешь. Ты должна вот прям взять всю свою силу воли в кулак, и даже если он не перезвонит, ты с ним на второе свидание не идешь. И так продолжается здесь свидание. Даже если понравился совсем. Даже если понравился, да. Но там же книги, как там, прям описаны все эти свидания. И были молодые люди, безусловно, потому что не может так быть, что все какие-то не такие. Были классные, большинство ребят были классные. И с некоторыми, конечно же, хотелось встретиться. И потом, когда этот марафон закончился, конечно, ничего вам не мешает позвонить и сказать извини, ну, привет, как дела? Например, так, да? Ты звонила? Был такой? У меня нет вообще с этим проблем. То есть, если мне человек нравится, я спокойно напишу первое и напишу привет, как дела. Хотя я знаю, что вот даже мои близкие подруги, они говорят, что он мне написал привет, как дела? Я говорю, ну он, ты как, что? Вот он тебе написал, он присматривается. Он аккуратненько так к тебе заходит. Привет, как дела? Смотришь, ты ему ответишь. Поэтому, мне кажется, когда парень пишет привет, как дела, в этом, ну, ничего такого нет. Он уже молодец, что написал это. Ну, да. Мужчинам, мне кажется, сложно, да, делать этот первый шаг? Я думаю, что им точно так же сложно и легко, как и нам. Либо он может это делать, либо он не может это делать. Ну, и вот вы сидите два таких, которых не могут, и это не пишет, и тот не пишет. Ну, и что? Ну, проще же написать. Ну, в конце концов, он скажет, и он не ответит, например. Ну, или скажет, ах, ты стерва, не пиши мне больше никогда. Ну, как, ну, что это? Ну, вот что-то такое. Ну, и что? Ну, и пусть. И в книге как раз про это, что мы должны спокойно принимать нет от любого человека. Если человек сказал тебе, ну, я не готов с тобой строить отношения, это не значит, что с тобой что-то не так. Вообще, абсолютно. С тобой в любом случае все в порядке, если ты так себя ощущаешь. Ну, если он не хочет, это значит просто вы не заметчились. Ну, у вас не сложилось, и это нормально. Мы не можем нравиться, и вот я, например, не могу нравиться одновременно вот этому молодому человеку и вот этому молодому человеку. И что, мне теперь горевать по этому поводу, что я всем не нравилась? Ну, с каким-то заметчились, и здорово, и прекрасно, и дальше идете вместе. Ну, про это. Катюш, честно скажу, книга откровенная, она очень честная. А, кстати, скажите, а кто же прочитал книгу? Так, вот, не все прочитали. Так что вопрос следующий. Все ли истории реальные, и есть ли там собирательные образы? Все истории реальные, собирательных образов там нет. Ну, просто я не знаю, как еще ответить на этот вопрос, но там действительно все правда. Правда и откровенно, честно. Может быть, где-то без каких-то особенных подробностей. Хотя с подробностями тоже. Но это все действительно реальные свидания. Мне даже самой было любопытно. В конце концов, я же делала это для себя. Я же, когда начинала этот марафон, я же не делала его для того, чтобы написать книгу. Это уже в процессе подключилась. Пришла Ксюша с предложением написать книгу, и мы просто из детской книги решили делать. Да, я помню, она сидела и говорит, ой, давай это вычеркнем. Нет, давай вот это, вот это никто не поймет, давай это вычеркнем. Вычеркнем, я говорила, нет. Это была последняя глава, я очень хорошо это помню. Я говорю, боже, пожалуйста, давай не будем об этом писать. Она, ты что, это же со мной со мной. Ну, вот, собственно, там, да. Расскажи про самое неудачное свидание. В книге оно есть, кстати. Ну, вот, если коротко, пишет мне парень, привлекательный, не красавчик, привлекательный и очень настойчивый. Он так хотел сходить со мной на свидание. А я еще, знаете, ну, вот я очень люблю красивых мужчин, ну, таких вот симпатичных, харизматичных, и мне очень сложно, если мне визуально человек не нравится. А он, ну, как-то, не особенно в моем вкусе, но очень приятный. Приятный, он так был настойчивый, я думаю, ну, ладно, ну, раз ты такой настойчивый. И, в общем, я прихожу на свидание и понимаю, что картинка, вот, ожидание, реальность, то есть сам он был какой-то подтянутый и вроде бы привлекательный, а здесь, можно так плохо говорить, во-первых, он был толстый, огромный, во-вторых, он был совершенно некрасивый и он был грубый. То есть все свидание я слушала, какая я, ну, ты, конечно, хороша, да, ты хороша, но вот есть у тебя, в тебе один только недостаток. Я бы на тебя женился, но вот у тебя этот прицеп, говорит он мне про мою дочь, а я прям сижу и думаю, вот ты вообще, у тебя как язык поворачивается, это говорит. То есть я реально чувствовала себя лошадью, ну, знаете, их по зубам же выбирают, вот, им же важно вот это как-то, у которой есть еще каким-то образом прицеп. И говорит мне об этом не какой-то, ну, не знаю, ну, вообще не имеет права никто, конечно, так женщине говорить, но он бы хоть что-то из себя представлял. Но у него при этом еще язык поворачивается, вы так со мной разговариваете, мне было даже любопытно. Я сидела, мне следовало, может быть, уйти сразу же, там, настучать ему пощечину и сказать прочь отсюда, но мне было любопытно, чем это все закончилось. И он, бедный, распинался до последнего, до того момента, как вез меня домой, решил меня подвезти, я подумала, ну, хоть отвези, хоть что-нибудь сделай. Вот, и мне было любопытно, и вот он до последнего распинался, какая же вот незадача, что у меня есть этот, понимаете, прицеп. Катя, а вот сейчас, как бы ты тогда поступила, вот прошло время, ты поменялась, ты бы психанула, ушла бы и сказала бы ему что-нибудь, пожелала бы своего прицепа. Ну, не знаю, может быть, я бы потрунивала как-то, может, предложила прицеп куда-нибудь отвезти за город на пару лет, ну, я серьезно бы сказала, давай, может, тогда избавимся от моего ребенка, женщина тогда на мне. Ну, просто иногда кажется, я не хочу обидеть мужчин сейчас вообще, но иногда кажется, что они действительно думают, что женщина, вот только за него одного ненаглядного, бедного, этого прекрасного хочет замуж. Они мысли не допускают, что ты вообще, в принципе, можешь не хотеть замуж выходить, и за тебя конкретно, дорогой, ну, тем более, они не допускают этой мысли. Им вот почему-то кажется, что у женщин, может быть, конечно, мы сами, ну, как-то сложился так стереотип, да, но, тем не менее, нет, у них других мыслей нет. Вот за них точно, вот за него одного ненаглядного точно замуж она хочет. Скажите, а все тут замужем, кто не замужем? Вот, есть такие, ну, согласитесь, да? А кто не хочет замуж? А кто не хочет замуж? Вот, такие есть. Вон, даже молодой человек руку поднял. Вот, я тоже, кстати, не спешу. Катюша, скажи, пожалуйста. Что? Вот и правильно. Скажи, пожалуйста, а на кого рассчитана твоя книга? Кто аудитория? Кто читатель? Кому она адресована? Мне недавно разговаривала со своим другом. Он хирург очень известный. Я говорю, Даня, ты купил мою книгу? Он говорит, ну, что я буду покупать, я же мужчина. Я говорю, ты что несешь? Ну, во-первых, эта книга не только для женщин, ну, хотя здесь с первых свиданий, да? Вроде как для девчонок, девчачья такая. Нет, не для женщин. Я знаю, что ее покупают парни, потому что у нас есть опция на сайте издательства «Комсомольская правда». Есть опция, можно купить книгу с автографом. И это просто вот везение какое-то, потому что я... Маленькая ремарка. Автограф авторский, адресованный каждому. То есть человек заказывает, пишет свое имя, и Катя к нам каждый раз приезжает и лично для каждого подписывает. То есть она знает для кого книга. Вот об этом я хотела сказать, что это просто очень повезло, потому что вот мой дом, а вот издательство. И я ребенка на танцы закинула, и мне есть 40 минут, когда я могу все книжки подписать. И, безусловно, я вижу список, кто эти книги покупает. Да, там есть ребята. Однажды мне сказали, ну что, ну вот я замужем уже давно, ничего, я буду, значит, эту книгу читать. Ну зачем она мне надо? И потом, когда девчонки замужние читают эту книгу, они говорят, Катя, ну это же так круто. Я же вспоминала, я же жила с этих свиданий. Я же так вспоминала, это же как сериал, это же как... Ну вот какой-то такой наплыв воспоминаний происходит. Вообще, мне кажется, она для всех. Ну, может, 18+, потому что есть там пикантные моментики, я бы не стала детям все-таки ее давать. Но в целом она для всех, да. И недавно, совсем буквально, вот перед отъездом, девочка мне написала о том, что она же больше про отказ, про то, что мы должны адекватно воспринимать «нет», точно так же, как мы воспринимаем «да». И она говорит, Катя, ты там пишешь про собеседование. Я просто пишу, что это могут быть не 10 первых свиданий, 10 первых собеседований, 10 первых там, ну каких-то вот штук, которые вам очень сложно даются, и в которых вы думаете, что вы какая-нибудь там неудачница или что-то у вас не получается. И она говорит, и я с таким предвкушением жду Нового года, потому что мне так много раз отказывали на собеседованиях, что я готова сделать это еще раз, но уже совершенно с другим подходом и совершенно с другим настроением. Так что я думаю, это вообще универсальная книга для всех. Ну, если вкратце. Ну, кстати, вопросы уже у кого-то появились. Так, сейчас, пока тебе сейчас принесут микрофон. Катюш, скажи, пожалуйста, вот сейчас, в принципе, среди молодежи, особенно молодого поколения, существует такая тенденция, что свидание вымирает как тип. То есть люди быстро знакомятся и быстро заводят семью. Как ты думаешь, правильно это или неправильно? Нужны ли вообще свидания? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я, во-первых, не согласна, что они вымирают. Не знаю, кто из вас ходит на свидание? Можете руки поднять? Раз, два, три. Походу, вымирают, Ксюша. Ну, судя по всему. Я не знаю, мне кажется, они вымирают. А как еще найти, как знакомиться с людьми, как… Подожди, а что это значит вымирают? То есть мы… Ну, они заполняют анкету, общаются по WhatsApp, и все. А, они не видятся, имеются в виду, не видятся лично? Ну, нет, вот это не для меня. Во-первых, я очень человек, мне важна энергетика. То есть если я не почувствовала, неважно там, как у меня по анкете все совпало, нет. Я не согласна, поэтому мне очень сложно ответить на этот вопрос. Давай его сделаем вид, что его не было. Хорошо. А ты можешь сходу определить, достоин мужчина внимания или нет? Твой это человек или нет? Вот ты его увидела, и вот первые пять минут. Я могу сходу определить… Вот за первые пять минут я могу сходу определить, хочу я с ним… Будет ли у нас с ним что-то… Что я несу, Катя? Будет ли что-то дальше? Вот это я могу, потому что мне вот… Опять же, я говорила вот про эту какую-то ауру и энергетику. Я очень чувствую. Мне важнее, что я чувствую вот от человека, какие вибрации, нежели там его резюме, анкеты на сайте знакомств, достижения. Хотя достижения – это важно. Я люблю гордиться мужчиной, который рядом со мной. Мне кажется, это всегда круто. Скажи, пожалуйста, было ли такое, что ты ошибалась? Что первое, второе, третье свидание, вы встречаетесь, и вдруг ты разочаровываешься? Ты понимаешь, что человек даже физически тебе не подходит, запах стал раздражать. У меня было другое, это в книге нет, сейчас эксклюзивчик будет. Я очень доверчивый человек. Я прям… Ну, если я начинаю с кем-то общаться, неважно, парень, девушка, я доверяю, пока он не облажался. Ну, скажем так, да, условно. И, в общем, у нас мы начинаем общаться с парнем, и что-то общаемся, и он такой настойчивый, а я ничего особенного не хотела. Ну, как-то вот мы виделись-виделись, и вроде все подходит к какому-то такому плюс-минус серьезной истории. И тут я открываю сториз, открываю сториз, смотрю, мои знакомые, коллеги, точнее, парень и девушка, и они за границей, они такие, ну, обращаются, допустим, Миша. О, Миша и Лара, привет! А он идет там с своей женой. А я вот смотрю на сториз и думаю, а я прям даже не знала, потому что, ну, я зашла там на страничку в Инстаграм, посмотрела, там нет никого. Анаджи был как-то дальше расследовать, а я вот не про это, я не смотрю. И вот так было. Ну, как это отнести, можно к этому вопросу как-то? Да, мне кажется, да. Приплести вот так. Да, приплести точно можно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот дать три совета девушкам на первом свидании? Какие ошибки не надо делать? Не надо совершать? И к чему надо быть готовой? Не люблю раздавать советы, но мне кажется, если мы уж про советы, нужно, чтобы у тебя были наличные, заряженный телефон. Но в случае того, что если он окажется прям совсем привет, как дела, ты могла заплатить за свой кофе условно и вызвать себе такси. А третий совет, если не нравится, уходи. Я когда только развелась, у меня две младших сестры, одна тогда в тот момент тоже очень активно ходила на свидание. И она мне сказала, младше, на 8 лет меня сестра младше. Ну, то есть я вообще качала, я из бутылочки кормила. Она мне говорит, Кать, если ты придешь на свидание, и тебе что-то не понравится, просто разворачивайся и уходи. Я говорю, ну как же, это же так неловко, ну как это я вот так сделала? И я сейчас понимаю, что если вам что-то не нравится, ну если вы не хотите, как вот с этим товарищем было, ну просто полюбопытствовать, что он там дальше выкинет, который про прицеп. А если вам что-то не нравится, если он оказался не тем человеком, которого вы видели там где-то, надо встать и уйти. Ну а что время на него тратить? Может там где-то дальше еще пятерка каких-нибудь прекрасных людей, с которыми будет гораздо любопытнее и интересно, а ты на него сейчас полтора часа убьешь. Ну мне так кажется. Правильно, а что время свое тратить? И у нас тут вопросы, я вот буду среди вас туда ходить, раз у нас третий микрофон не принесли, и параллельно ищу с тобой разговаривать. У меня два вопроса, но хочу начать с того, что искренне поздравляю тебя не просто с книгой, а с книгой, которая получила статус бестселлера. Спасибо большое. Ты большая умничка, и на самом деле быть откровенной с читателем и с самой собой – это большая победа над собой. Спасибо тебе большое. У меня два вопроса. Первый. Со скольки лет ты рекомендуешь свою книгу подрастающим маленьким большим женщинам? А второй вопрос. Есть книга. Ты автор. Какая книга, ненаписанная тобой, живет внутри, и ты хочешь ее написать? О чем она? Так. Во-первых, спасибо тебе за поздравление. Отвечай на первый вопрос. С какого возраста? Ты знаешь, у меня дочь растет, и я тут недавно выяснила, что пубертатный период он уже с 10 лет, даже с 8. Короче, у девочек уж точно где-то пораньше он начинается. Там прям все серьезно. Я сама была в шоке, я не поверила, начала смотреть срочно какие-то там источники. И да, это так. Поэтому, ну, я затрудняюсь ответить. Мне потом еще где-то кто-нибудь сейчас это запишет, а потом скажет, Долгорукова сказала, что можно. У меня три дочери. 13, 10. Три дочери. 13, 10 и 5 лет. Я сейчас подпишу у тебя книгу, привезу ее в Тюмень. И старшая дочь, и средняя спросит, мама, нам это можно читать? Что мне им ответить от тебя? Скажи, Катя сказала, 13-летней можно, а 10-летней пока еще рано, а ты не веришь. Второй вопрос про книгу, которая живет внутри, и которая не издана. У меня есть идея, но это... Мне не хотелось бы ее, ну... Ты потом мне по секрету, да, расскажешь? Ну, ты знаешь. Детская книжка. Мне очень хочется детской книжки. Вообще все ждут продолжения, когда... Я очень, правда, очень много отзывов на книгу получаю. В Инстаграм в основном пишут подписчики и не подписчики. Друзья, подружки подписчиков и так далее. Продолжение, давайте продолжение и так далее. Про этой книги не будет продолжения. Я просто даже не понимаю, что. Я бы очень хотела, чтобы, может быть, по ней был какой-нибудь сериал, типа, беспринципных. Вот это, мне кажется, было бы круто, это было бы классно, здорово. Но мне нужен сценарист. Никто сценаристов нет в зале. Он очень нужен. Поэтому здесь нет. Здесь какое-то другое развитие должно быть. А внутри про книгу мне бы хотелось детскую. Потому что у меня растет, ну, ребенок. И я знаю, я люблю ее читать, обожаю читать. Я читаю ей, вот как я принесла ее из роддома каждый вечер. Мне плевать вообще было, что я ей читаю. Разумеется, когда она только-только родилась, я читала вообще, могла взрослую книжку взять просто, чтобы вот прививать ей. И до сих пор ей почти 9 лет. Она не заснет, если я ей не прочитаю книгу. Ну, вот хотя бы там 10 минут я должна ее прочитать. Так, вопрос. Сейчас я пока к девушке иду, а мне к тебе, от меня вопрос. Давай. Хорошо, Саша, вот представь себе. Ну, 5 лет и... Да, нет, не 5. 6 лет. И она пойдет на свидание. Что ты ей скажешь? Я скажу, чтобы она поступала так, как хочет она. Не ориентируясь на других людей. Не думая, что она будет выглядеть глупо, неловко. И как-то только как она хочет, как она чувствует, и если что, звонила мне срочно. Я приеду и разберусь. Так, вопрос о девушке. Ну, конечно же, я тоже поздравляю, как и все присутствующие. У меня вопрос по поводу Александры. Она очень любопытный ребенок. Это и сама говоришь, и это видно невооруженным глазом. Неужели она не прочитала? Саша? Да. Я вот сейчас рассказывала, как она обожает, чтобы читала ей я. Вот точно так же она ненавидит читать сама. То есть она страшно... Ну, хорошо, она просила прочитать хоть чуть-чуть. Нет? Нет. Она страшно гордится тем, что там есть у нее фотографии. Книга, в которой к ней одноклассник приходил в гости какое-то время. Там есть мои фотографии, знаешь? Вот фотографии она ему показала, что она там есть, а у нее не возникло желания читать. И я думаю, что это к разговору... У меня недавно был пост про сексуальное воспитание, половое воспитание, скорее, да? Не надо им подсовывать, детям. Им нужно вот в тот момент, когда они интересуются, и вот столечко. Ну, то есть, если ты знаешь, да, что, может быть, какие-то уточняющие вопросы, но ребенок их не задает, не отвечай на этот вопрос. Просто ответь на то, что она спросила, и все. Ну, и поэтому, собственно говоря, когда она попросит, конечно, я, ну, дам ей ее почитать. В целом, на самом деле, у меня нет секретов с ребенком, и она знает, что я с кем-то там встречаюсь, или там я... От кого цветы на кухне? Приходит Саша, от кого цветы? Я говорю, от того-то. И Саша такая галочку тут же поставила. А вот этот мне подарков не дарил, он мне, конечно, не очень нравится. А вот он дарил, да. Да, такая. Спасибо. Пожалуйста. Так, девочки, вопросы? Так, ну, пока вопросов нет, вопрос от меня. Насколько важно для тебя, чтобы мужчина, с которым ты встречаешься, или там пришла на свидание, чтобы он принимал Сашу, чтобы он был с Сашей? Насколько важно Сашина одобрение? Ну, моего ребенка вообще сложно не принимать, в принципе, потому что Саша супер... Ну, то есть это надо быть совершенно каким-то дегенератом, я не знаю, как назвать. Слово какое-то... Я себя скажу, я просто, когда Сашу увидела, мне кажется, ей тогда года два было на одном из дней рождения, я тогда про себя подумала, ой, мне бы такую дочь. Она очень контактная, вот с ней сложно не найти общий язык, то есть если кто-то с ней из тех людей, с которыми я в отношениях не найдет общий язык, то вопросики к нему, а не к моему ребенку. И в любом случае вопросики ко взрослому человеку, а не к ребенку. Потому что, на мой взгляд, если ты хочешь, мы не будем сейчас кидаться громкими словами, там, любишь, но если ты хочешь быть женщиной, ты примешь вообще все. То, что у нее волосы лезут, когда она из души выходит, то так везде эти волосы. Ну, девочки, не знаю, может, у кого-то не лезут, у меня лезут, ну да, ну и раздражает, ну бывает. И ребенка, которому требуется внимания. Ну, ты будешь все вот так вот, невозможно поделить уже женщину, у которой есть ребенок, отдельно женщина, отдельно ребенка. Ну, это все уже, ну как? Ну, сепарируется когда-нибудь. Лет в 16 можно, да, уже ее? Ну, я тебя, кстати, послушала, я думаю, что лет через пять книжка про воспитание правильной девочки все-таки должна быть. Думаешь? Думаю. Ну, зная Сашу, зная, какая она девочка, зная, какая ты мама, и с твоим чувством юмора, я думаю, это будет на ура воспринято. Так, у нас вопросы есть еще? О, так, отлично, я бегу. У меня прям в горле пересохло. Ты попей, попей пока. Вы не стесняйтесь, правда, все такие зажатые, расслабьтесь. Не только Катя, тяжело выступать. Да, слух. Я вас очень хорошо понимаю. Вот я только, вот, меня только буквально пять минут назад начали. Буквально пять минут назад я говорила о том, что у меня буквально пять минут назад перестали руки трястись. Поэтому я волнуюсь уже вообще-то больше всех вас. Не смущает ли такая вероятность, что кто-то из главных героев, ну, кроме тебя в этой книге, то есть мужчины, могут себя узнать? Понятно, что имена там изменены, возможно, там город и какие-то названия кафе. Но все-таки по каким-то, я думаю, таким точечным моментам на свидании можно себя узнать. И, возможно, какой-то рандомный парень пойдет, купит, или его девушка новая, или жена в будущем пойдет, купит, ему попадется текст на глаза, и он себя в этом узнает. Вот не коробит ли тебя как-то это? Вдруг там что-то предъявит? Вообще нет. Почему? Сейчас объясню. Потому что, во-первых, там нет ничего из того, чтобы я не смогла сказать в лицо человеку. А во-вторых, а что во-вторых? А, ну и все, а это и в первых, и во-вторых. Там то, что я бы сказала в лицо, я никого не оскорбила, не обидела. Так что даже если, там, кто-то себя... Мне кажется, наоборот, для него это уроком будет. Кто-то себя узнает. На себя со стороны посмотрит, может быть. Ой, у меня однажды была такая неприятная ситуация. Вот я точно, не то что меня покоробило, я прямо испугалась, начала звонить брату. Ваня, что мне делать? Пожалуйста, спаси меня. Я говорю, случайно, я не знаю, как так получилось. Я пошла на свидание с парнем, мы с ним сидели. Тут я вот, это было одно из тех свиданий, когда я понимала, господи, он какой-то... Ну, он ужасный, короче, был. Я понимала прекрасно, я ушла через 20 минут, потому что там было все понятно. И потом он мне присылал сообщения, одинаковые, постоянно в WhatsApp, поцелуйчики. Все время, одни поцелуйчики. Всегда. Ну, то есть я могу вам показать чат, там просто его поцелуйчики вот так вот. Я не отвечаю, он снова присылает через... Каждый раз вот это. Я чего-то где-то написала в... У меня был пост в Instagram о том, что... Блин, о чем же он... Короче, он был как-то... А, он у меня был записан, Денис, поцелуйчики в телефоне. И был пост о том, как у вас там записаны эти люди. И я прикрепила скриншот, и идиотка не замазала. Ну, что-то, короче, я не изменила имя, вот. И меня тут же в WhatsApp прилетает. Ты чего? А я так сижу, смотрю на этот телефон, и давай быстрее брату, Ваня, что мне делать? Он говорит, успокойся, ну что он тебя сделает? А он прям реально быдло. И я думаю, ну как, что сделает? Он придет, меня убьет. Ну ты же, говорит, ну он не знает, не знает, где я живу, ничего такого. Мне тогда бы очень было страшно. А здесь нет, мне ни за что не стыдно, ни за что не страшно. Я никого не обидела, не оскорбила. А даже если кому-то там что-то не понравилось, надо было вести себя нормально, а не прицепом кого-то называть. Правильно? Катюша, а вот ты очень правильно сказала, сходу было понятно. Все было ясно сходу. Что было ясно? Вот какой мужчина должен быть, что он заслуживает статуса, с тобой все понятно? Вот такой, как Денис Пацалович, не знаю, как тебе объяснить. Грубый? Грубый, невоспитанный, необразованный, даже в минимальном каком-то матершинник. Еще он ест, ел что-то, и у него это все изо рта. Меня тоже вываливается изо рта, когда я что-то ем. Бывает, да, но не так. Ну, я не знаю, но это просто неприятный. Так, у нас вопросы есть еще у кого-то? А давайте тогда постепенно перейдем к подписанию книг. Субтитры сделал DimaTorzok